Привет, меня зовут Денис, я инициатор проекта Eugers, главный разработчик и идеолог этого проекта. Мы представили на рынок в этом году уникальные механические модели для самостоятельной сборки без клея и без каких-то особых специальных инструментов. Это разные такие модельки, с которыми возможно вам предстоит работать на выставках, где-нибудь в торговых центрах. Я покажу, как их представлять, как о них рассказывать, как их возможно чинить, какие-то нюансы и там другие рекомендации в этом видео. Я буду рассказывать, а вы, если возникнут вопросы, сразу же их задавайте. Хотя, как вы это сделаете, непонятно, но можете писать под видео свои комментарии. Я хотел рассказать об этой модельке, она одна из самых простых. Это механический театр, то есть полное название модель механический театр, Model Mechanical Theater на английском. Здесь сам принцип механики довольно простой, это просто шестерни, но мы на этом не акцентируем внимание. У нас, в принципе, акцент на дизайне, интересе, на каких-то вещах, которые увлекают детей от 30 лет. На штучках, которые нравятся всем возрастам, которые объединяют семьи, объединяют взрослых и детей. Потому что у нас очень нередки случаи, когда покупают ребёнку лет 15, и папа забирает и начинает собирать сам. Модели предназначены для детей возраста 14 плюс и выше. Это связано не только с тем, что мы используем самые классические зубочистки в наборе в качестве оси. И они достаточно острые. Ну, как острые. Острые, как зубочистка. Это не железо, но тем не менее. И также мы не можем дать гарантию, что ребёнок там 8 лет соберёт. Хотя у нас очень много случаев, когда собирали, но мы гарантировать не можем. Мы даже не можем дать гарантию, что ребёнок 28 лет соберёт. Но, тем не менее, 14 плюс. Рекомендуем на выставке, на какие-то продажи, брать всегда с собой набор зубочисток. Резиночек самых обычных 65 мм длиной, 2 мм толщиной. В одноразовой упаковке или просто баночку. На выставках очень часто крутят, крутят грубо, берут вот так вот. Модели падают, ломаются. Хотя, сами по себе они относительно крепкие. Также резиночек канцелярских. Вот самых обычных это каучуковые, ну как каучуковые. У них большое содержание каучука. Это резинки марки Лео. Хотя, в принципе, подходят любые резинки. Вот такого примера диаметра, там, сантиметров 6. То есть, вы можете использовать необязательно какие-то особые, любые резинки. Самую обычную свечку. Возьмите с собой обязательно. Если придётся на ярмарке заново там собирать какую-то модель, её желательно смазывать. Хотя, те модели, которые на ярмарках, выставках, они обычно рабочие. Их не приходится там что-то с ними вытворять. Модель театр. Эта модель очень нравится девушкам, женщинам. Здесь есть разные герои. Вот принц, вот здесь шут. Принц может говорить шуту. Эй ты, шут, скажи мне, где принцесса? А принцесса, она у нас вот здесь, посередине. Вот здесь принцесса, здесь сундук с сокровищами есть. И за него, как бы, за эти все штучки у нас герои иногда сражаются. Например, если приходит дракон и говорит, «Принц, я сейчас соберу твою принцессу и уволоку её в свой страшный чёрный замок». А он говорит, «Нет, ничего у тебя не выйдет, я буду с тобой сражаться». И начинается у них борьба между ними. А ведьма приходит в замок и говорит, «Хе-хе-хе». Ну, чаще всего у нас ведьма приходит к королю. Если заметили, вот герои между собой, они меняются. Здесь сделано так, что после нескольких оборотов ведьма вот у нас уже разговаривает с принцем. «Хе-хе-хе, принц, ну что, победил ты дракон?» «Хе-хе-хе, я и дракона победю, и тебя, злая ведьма!» Вот. То, допустим, вот уже дракон говорит с королём. Здесь можно выдумать самые разные сказки, можно просто там звуком. И начал тут принц бороться. Нет, с шутом он обычно не борется. То есть у нас на этом кругу в основном добрый герой. Это принц, замок. Там замок обычно делает так. Дракон, дракон, пришел, спасайся. Дракон говорит, «Ха-хе-хе, ну вот вы мне и попались». Вот, но потом его в конце обязательно принц побеждает. Вот они и вышли бороться. И бились они с утра до самого вечера. И на второй день стали биться. Дракон разил принца огнем. А принц его побеждал мечом. Но в итоге принц побеждает дракона. Специально сделано так, чтобы добрые герои всегда в итоге побеждали, становились над злыми. И тут есть свои принципы. Как закручены вот эти все линии, куда что идет. Тут даже солнышко такое сверху есть. Ну, такая вот занятная вещица. Относительно простая в сборке. Несмотря на такую витиеватость. Здесь просто собираются одни и те же шестерни. Вот на ней я покажу, как где-то что-то отремонтировать. В принципе, если аккуратно вытащить, ну, так раздвигайте чуть рамки, и можно вытащить шестеренку. Вот. Шестерня у нас держится на обычной зубочистке. Смотрите. Шестерню. То есть, если у вас вдруг вы собираете, и что-то туго вот не получается собрать, здесь есть два способа. Первое, попробуйте. Если там, допустим, не входит, попробуйте другую зубочистку взять. Не получается. Значит, берете чуть-чуть воска и так смазываете краешек зубочистки, и она идет лучше сюда. Но идеально с самого начала это вот эти соединительные элементы, вот эти четыре вот эти соединяшки, вот их внутренний вот этот зубчик помазать свечку. Вообще, все у нас решается с помощью вот этих свечек, а не смазывать сами шестеренки. Вот. И также при сборке модели надо следить, чтобы на шестеренках не было заусенцев. Потому что на некоторых моделях, таких как таймер, заусенец может сыграть с нами печальную историю. Так. Собирается попарно. То есть, вы нашли такой с двумя зубчиками, да? Его ставите сюда. Ищите такой же вот с двумя зубчиками. Эти зубчики смазали там, да? Вот свечки. И сюда. Вот. Потом нашли вот такой, получается, с одним зубчиком вот с этой стороны. Такой же противоположно ставите. Вот. И потом две шестереночки. Главное, чтобы они сошлись, потому что можно их провернуть, как бы. Они тогда у них зубчики не сойдутся. То есть, надо найти положение, в котором вот зубчики сошлись. Отдели. Зафиксировали. Здесь надо, чтобы вот эти выступы, они, скажем так, выступали наружу. Вот. Вот. И можно поставить сюда, это дело все. Что-то где-то заедает. Сразу смотрю. Ага, у меня выпала одна шестеренка. Все, теперь крутится. При сборке театра тоже желательно промазывать вот так вот. Просто берете немножко воска и смазываете все шестерени. Это еще на этапе сборки, тогда все крутится классно. И кончик из шестеренка. Так, чтобы еще показать вам модель шкатулка. Шкатулка для каких-нибудь мелочей или визиток. В этой модели есть две вот этих сменных панельки коробочка. Есть с вырезом под визитки и без него. В данном случае без выреза. Вот. В ней уже после сборки желательно смазать вот этот вот рычаг весь. С свечкой, чтобы он как бы лучше работает. Вот эта вот планочка, вот эта боковая, она отвечает за открывание коробка. Без нее коробок вообще не открывается, да? Если ее, допустим, если она у вас торчит вот так вот вверх, вот так она получается установлена, вы ее установили вот так, грубо говоря. Ну, это я уже сильно так, конечно, специально. Только работа открывается чуть-чуть, он как бы не дооткрывается. Если сильно вниз, то он будет сильно открываться. Она должна быть просто ровно стоять. Также здесь тоже смазана вот эта маленькая шестереночка. Внутри коробка, как бы, вот эти шипы, такие специальные упорчики, они засунуты до конца. Даже там в инструкции показано хилпером, специально они дожимаются. Вот. Они не торчат внутрь коробка, там особо как-то сильно. Хотя в данном случае они как раз чуть-чуть торчат, но это кто-то собирал. Вот это соединение надо, чтобы оно было относительно свободно вот здесь, не было прижато друг к другу. То есть, вот здесь, чтобы этот рычаг не терла большое колесо. Ну, по сути, во всех наших моделях основной проблемы – это какое-то трение где-то, боковое трение, которого не должно быть. То есть, вот этот рычаг, он должен свободно ходить и вот создавать такую штуку. Правильная собранная шкатулка, она сама возвращается. Плавненько закрывается. Вот, очень делаю так. Раз, два, три. Самая первая наша модель, с которой мы начинали работу. Тоже одна из самых простых. Подходит в офис, в какие-то вот такие, на стол кому-то поставить. Трактор. Трактор. Это вообще бомба. Это одна из самых лучших наших моделек. Здесь есть режимы Drive, Park и Sport. Маленькая коробочка передач. Вы вот так переключаете режимы. Этот рычаг трется здесь за специальную зубочистку. То есть, ее вот эту штуку, вот здесь, показать. Она не должна быть смазана, чтобы он так потуже терся. Иногда ее приходится заменить на какую-то другую, если он слизывается. Так. Тут самое главное, чтобы очень легко ходил вот этот маятник. И в режиме Park, вот в среднем режиме. Он должен возвращаться. Ему надо какая-то доля секунды, чтобы вернуться. Поэтому заводите колесо и придерживайте на секунду. Ну как, не отпускайте сразу. То есть, его резко отпустить. Он проскальзывает как раз. Вот он вернулся и зажал. Вот он вернулся. Количество оборотов чувствуйте сами. Ну, старайтесь не перетягивать, чтобы не порвать резинки. Запускается режимом Drive. Людей обычно удивляет режимом Sport. Просто они не ожидают от такой модельки, что она еще и поедет так быстро. Вот эти два поршенька. Они... На выставке я обычно вообще пальцем здесь придерживаю, чтобы можно быстрее завести его там. Показать людям. Поршеньки должны работать. Стучать. Вот. По ним стучит маятник вот здесь сверху. Расстояние... Вот это буквально тут где-то на 2-3 мм торчит вот зубочистка сверху. То есть, если вот эти верхние вот эти бочоночки поршеньков, они усажены сильно глубоко, он до них не достает. Если сильно высоко, он уже начинает тормозить. Поэтому вот 2-3 мм иногда приходится тут регулировать, как бы достать. Бывает, что поршни уходят на какую-то одну из сторон, вот тогда вот эта вот средняя планка, ее надо, чтобы она ровно стояла. Или же ею регулируем там. Так, чуть-чуть ее зажимаем сюда, поршни уже немножко уходят в эту сторону или в эту. Резинки рекомендую, вот видите хвостик, сейчас, хвостик резинки вот торчит. Значит, резинка у нас проходит, давайте выведем колесо. Резинку сначала продеваем как бы в отверстие, продеваем. Ну, в общем, ее тут надо либо привязать, либо там продеть, а потом в пазик задеть, чтобы она не могла отсюда никаким образом слететь. Потому что если ей просто завязать узелочек и одеть ее в пазик, то она может слететь. И резинки завязываются так, с тем, чтобы оставался полтора сантиметровый такой хвостик от нее. Тогда преднатяжение будет лучше. А то у него как бы появится холостой ход, если на самых краешках резинки завязать хвостики. То есть резинку надо так, чтобы она в спущенном состоянии уже имела, ну, слегонца такое уже натяжение небольшое. Тогда он хорошо, он тогда добирает как бы все обороты. Нет у него такого, что он не доехал какой-то оборот. Вот, надо смазывать его тоже при сборке. Особенно рекомендую смазывать вот это колесико вот, вот это, которое крутится. Сами большие колеса ездящие можно и не смазывать, чтобы он там особо не скользил нигде по полу. Остальные, вот мелкие все шестеренки вот эти все надо бы промазать. Вот трактор. Сюда цепляется еще прицеп. Прицеп покажу чуть позже. Так. Что по нему? По нему, возможно, конечно, ну, в инструкции, конечно, мы там уже показали на нескольких картинах. Ну, вот, как одевается резинка на колесо, потом проходит под первой зубочисткой, потом через дырочку, через отверстие, вот как бы сюда вот, где я сейчас веду. То есть, получается, потом под второй зубочисткой, потом через валик. Самое главное. Здесь вообще за решеткой, но можно и перед решеткой, вот сюда наверх. Это первая резинка одевается. У него есть еще... На одной резинке он плохо ездит, он так слабоватенько. Есть еще вторая резинка. Она проходит колесо, потом она идет вот так вот, через этот валик, под вот этой зубочисткой, как бы. Вот, она проходит, да, получается, от колеса наверх идет через валик. И здесь она внизу доходит до второго валика, и через него просто такой вот пазик, она там с помощью узла и держится. Вот здесь, то есть, у него две резинки. Вот такой вот трактор. Давайте что-нибудь сейчас из неездящих. Двигатель, пневматический двигатель. Одна из трудных моделей для показа. Слишком индивидуальная. Если кто-то один дует, то второму уже не хочется там в этот двигатель дуть и не нужно. Тут самое главное, чтобы он... Вот залог его успеха, это чтобы он так легко вращался. Вся проблема, если он не работает, обычно в этом клапане. Клапан это то, что сверху. Сверху вот такой поршенек. Здесь вот две такие штучки. Они... Вот смотрите, я снял вот эту боковую заднюю шайбочку. У нас двигатель, блок двигателя стал симметричный полностью. Вот. Теперь без этой задней шайбочки я одеваю сюда вот этот клапан. Нахожу положение, когда он максимально легко вращается, входит вот туда-сюда. Его вообще тоже, ну, ясное дело, его надо промазывать. Иногда, если он совсем что-то туго, может потереть об наждак аккуратно, только не сильно, чтобы не постирать его совсем. Находим положение, где он входит хорошо. Вот проворачиваем там на 90 градусов. Между собой эти кругляшки надо, бывает, провернуть. Вот. Они идеально круглыми даже никогда и не будут найти вот положение, где там нашли вот положение. И одеваете вот сюда. Он должен вот эти вот кругляшки с этой стороны он должен примерно на миллиметр не доходить вот здесь вот до края. То есть он должен показываться там миллиметр не доходить. И с этой стороны примерно миллиметр. Им вообще лучше даже, когда они ближе между собой так соединили, чем когда они далеко. Вот. И не одевая вот эту, вот эту заднюю шайбу, не одевая, пробуйте. Вот. Чтобы он работал. Здесь. Тоже вот эти все штуки должны очень легко. Вот эта вот штучка должна очень легко тоже болтаться. Буквально, чтобы она не была зажата этими шайбами. Эти шайбы ее просто не ограничивают, чтобы она не улетала со своего места. Вот. Должна быть... Ага, вот у меня совершенно... Исчезла просто одна шайбочка. И тут нету соединения. Я не знаю, где она делась. То есть все должно очень-очень легко ходить. А, вы решили. А, вы решили. Поршень не должен питься о стенке внутри. Нижний, снизу. Снизу это поршень. То есть при определенной сноровке можно даже как-то вот так сделать. Видите, вот он у меня спал. Поршень точно так же, поршень это нижний вот этот. Находим вот положение, где он легче всего ходит. Одеваем. Вот тут у меня, допустим, вот этот кругляшок сильно близко к краю. Там миллиметра уже нету. Я его пододвигаю чуть вовнутрь. Можно заодно и этот. Такая штука, именно двигатель, штука такая нюансная, конечно. Вот, когда сильно сведены или какого-то дисбаланса, такой появляется звук, как у настоящего мотора. Но крутить при этом тяжелее. Вот. Можно надеть шарик сюда. Я, к сожалению, сейчас нет шарика. На выставках я и не рекомендую, особенно с шариком там возиться. Вот эти два колеса, они должны быть, так сказать, соосные. То есть, вот противовес один напротив противовеса другого должен быть. Что-то где-то доигрался я с ним. Что-то где-то не работает сейчас. Если что-то смотрим. Ага, значит, это поршень, скорее всего. Вот. Находим положение, где поршень не цвякает. Надеваем клапан. У меня уже тут просто слезали золочи. Ну, так вот он работает. В нем есть два пенала. Один и второй. Для каких-нибудь мелочушек. Вообще, красивая вещь. В доме поставить еле как образец парового двигателя. Тоже классная штука. Здесь вот эта вот шайба такая. Прорезается дырочка в шарике. Небольшая. Буквально размером вот с внутреннюю вот эту, с внутренней отверстия. То есть, вторая дырочка в шарике прорезается. Не та, через которую дуете. Одевается шарик сюда, этой дырочкой. И поверху просто обматываете ниткой. Обматываете, обматываете там несколько раз. Потом завязать. Вот, можно дуть. Если дуть, то можно прямо в это. Так он даже лучше работает. Совершенно ничего не пропускает. А если с помощью шарика, то вот через эту штуку. Вот такая моделька. И тут можно надеть эту заглушку. Моделька такая, самая незаметная. Ее плохо замечают как бы на выставках. Банально, из-за того, что она небольшого размера. Комбайн. Комбайн и уперс. В нем есть вот такой вот коробочек. Люди любят эту штучку. Можно тоже показать. Здесь есть такой еще храповичок. Его можно поставить вниз. И заводить комбайн. Просто вот заводите движением назад. Ну, попробуем для эффекта положить какие-нибудь штучки. Хотя он может на таких вещах, конечно, застрять. Ну, какие-то бумаги сгребают. Так вообще интересно. Когда мы его завели, об стол или... Ну, об такой стол не получится, но об коверскоре заводится. Вот этой штукой можно просто зажать. А потом вот здесь рычажком спустить. Рекомендую на выставках, даже когда нет покупателей, заводить модели. Если кто-то подходит, сразу запускайте. Вообще движение – это жизнь. Есть движение, есть интерес. Нет движения – нет интереса. Хотя бы вот иногда там театр крупнул. Уже какое-то... Я вам просто рекомендую. Это действительно движение – это жизнь. В данном случае. Здесь самое как бы тонкое место – это вот эта селка. Вот это колесо, которая может средняя шестеренка, она сдвинуться туда-сюда, там заклинить. Маятничек вот этот в комбайне. Надо его смазывать. Если он, допустим, у вас проскальзывает, и комбайн рвется вперед, попробуйте его там сдвинуть по оси сам маятничек назад. У него тогда он будет более широко ставить своими вот этими зубочисточками. Если наоборот заедает, смажьте его или сдвиньте вперед. Если совсем какие-то с ним траблы, попробуйте заменить вот эти две зубочистки. То есть вот этот маятник, он отвечает как бы за то, будет ли медленно и быстро ехать в комбайне. Такая довольно средней сложности модель в сборке. У нас как бы будут просто модели и посложнее, поэтому комбайн на данный момент уже средняя модель. Когда-то он был сложной моделью, сейчас средняя модель для сборки. Вот такая штука в зерноуборочной комбайне. Силомер, одна из самых простых моделей для сборки. Когда вы спрашиваете что-нибудь для начинающих, для моей бабушки, берите Силомер. В Силомере главное, чтобы вот эти... Вот это главная пара, которая крутится, вот это колесо на Geneva Drive в соединении. То есть за один оборот оно прокручивает на один раз колесо. Вот эта пара, чтобы между собой вот это боковое трение было там минимальное. И обязательно, вот там при сборке, в инструкции это указано, вот должно быть промазано в свечке вот это самое Geneva Drive, вот это колесико. И очень важно вот это колесико. Иногда даже можно повторно там смазывать вот эту зубочисточку. Чтобы оно легко... В Силомере должно все легко... легко вращаться. Сейчас попробуем. Крутить, надо дуть на вот эти лопатки колеса, на самую верхушечку. Силомер это вещичка, которая показывает, что вам нужно сделать соответственно вашей силе. Вот мне надо пойти посуду помыть, показала. Можно также их крутить рукой. Вас будет часто спрашивать, что это за часики. Ну вот это не часики, это Силомер. Так, стрелку надо поправить. Пойти выкинуть мусор, все равно не везет. Постоянно что-то надо делать с ним. Мне бы показала там, спеть песенку или... Что тут еще есть? Пойти побегать с мячом. Наклеечки идут в комплекте Силомеру. Он всего лишь из двух досочек состоит. Там не так много деталей. Но позволяет понять принципы механики, что такое вот каскад шестеренок, что такое соединение Женева-драйв. Давайте возьмем таймер. Самая, наверное, многим непонятная и сложная модель. С чего бы начать? Начну просто вот как заводить. В данной модификации, ну это вот последняя модель, которую мы уже торгуем, просто заводится вот стрелочкой. Вот 10 минут здесь есть, 15 минут. Вот я сейчас завел на 10 минут. Давайте на 15. Так вот он идет себе. Амплитуда у него должна быть достаточно большой. Вот такой. Амплитуда регулируется сзади вот этим регулятором. Вы крутите эту штуку, и она поднимает маленький такой язычок, буквально на миллиметр. и сдвигает высоту майника. И вот я уже уменьшил. Видите, как амплитудка стала маленькой. Даже проскальзывает. Такое не должно быть. То есть амплитуда должна быть чуть-чуть обычно в плюс. Если совсем в плюс уйти, то его скорее заклинит. Вот такая где-то амплитуда. Еще смотрите, какой момент. Если вот я просто рукой беру и натягиваю больше резинку, даю как бы усилие, да, амплитуд, он становится более чаще, и амплитудка уменьшается. Если опослабляю, вот вверх тянув, послабляю, у него амплитуда увеличивается, ему как бы ничего не мешает работать. То есть там надо отрегулировать натяжение. Лески вот эти должны быть, две сверху, должны быть натянуты. Ну, не обязательно там как струна гитарная, но так, чтобы вы чувствовали, что они так подтянуты. Иногда, если они спустились, можно вот эти планочки чуть-чуть раздвигать, чуть-чуть выдвигать. Но вообще, в целом, их надо изначально натянуть. Ролик должен ездить по лескам. По каждой леске... Сейчас возьму что-нибудь показать. По каждой леске он должен ездить посередине вот этих вот кругляшков. Вот. Мы там сейчас сделали такие специальные бороздочки, чтобы он не съезжал. То есть эти два кругляшка должны быть соединены между собой. Вот его можно достать. Видите, я достал, он сразу начинает быстро ходить. Вот этими шариками там такие есть гравировочка, такие точечки. И вот здесь эти точечки. Вот он должен быть соединен между собой. Не должно быть никакого здесь расстояния. То есть очень тонкая штука. Вот эту вещь посередине палочку надо промазать. Оську. И садим сюда. Еще рекомендую также сами вот эти усики маятника. Вот сам маятник. Вот эти усики, вот эти смазать свечкой. То есть берете там какую-нибудь... Ну как смазать? Это еще на этапе сборки, потом уже можно больше не смазать. Эту штуку и прямо вот так вот смазываете. леску и вот эти сами кругляшки не надо смазывать. То может даже его так прокручивать. Вот это минутная стрелка. По ней настраивается время в плане она обходит круг за одну минуту. Но лучше, конечно, настраивать время где-то на протяжении пяти минут, чтобы он хотя бы прошел и по нему уже определять натянуть резинку или ослабить. То есть вот эта вещь только для того, чтобы в принципе настроить амплитуду правильную на один палец. Он не доходит палец сюда и палец сюда. Он должен стоять на ровной поверхности. Если его перекашивает влево, то он, видите, там буквально ему хватает где-то миллиметра полтора, чтобы его загребало или вправо. Вперед-назад ему не так страшно, хотя тоже желательно, чтобы он был на ровной поверхности. Так. здесь вот есть вот такой механизм завода. Буквально так чуть-чуть заводите и когда вот этот носик доходит сюда, он его спускает. Конечно, в шумных торговых залах или где-то не будет слышно, но он это делает. Надо бы, чтобы это все работало, обязательно смазать вот эту зубчатую шестереночку, которая здесь цепляется, чтобы спускало хорошо. и носик вот этой вот собачки показать. Вот. Вот этот вот самый носик, на который оно давит, его тоже надо смазать. И даже вот эту штуку, вот этот носик тоже можно смазать. опять же в нем весь фокус вот в этих двух маятниках зубочистках. Они должны быть одинаковые, ровненькие, не должно в таймере быть никаких заусенцев нигде на вот этих, особенно на вот этих двух больших шестернях, ну, больших, верхних этих двух не должно быть никаких заусенцев. Можно, конечно, если он у вас косит в одну сторону, или вы на кривой поверхности, вставить зубочистку сюда, вот, и его будет косить в одну сторону. Видите, его заводят все время теперь в одну сторону. Но это если что-то совсем с ним нет. Если я вставлю его, зубочистку сюда, его будут косить в другую сторону. Можно кусочек зубочистки вставить, но обычно это не требуется, это уже такое, знаете, аджаст такой, настроечка совсем тонкая. Здесь при сборке может быть какая-то одна из ошибок. Вот это колесо большое, там есть храповик внутри, благодаря которому заводится. Слышите? вправо. То есть она вправо заводится, а влево она не идет. вот я сбиваю сейчас получается. Там если ее вот эту большую шестерню неправильно поставить, там так или так, то храповик вот эти усики храповика будут в другую сторону направлены, и человек будет пытаться заводить, оно так, не разбирать особо. Вот вот эта шестеренка получается она в одну сторону идет, другую нет. Ну в реальности у нас потом получается зафиксировано это колесо, и мы ее можем закрутить сюда, а сюда нет. И вот эти храповик должен быть собран правильно внутри ее. Банально так она или так стоит это уже разница. Там внутри еще колесико храповичка у него есть тоже гравировки такие четыре кружочка они должны к нам к зрителю быть обращены. Надо обращать внимание просто там в инструкции. Здесь сейчас покажу. На резинке завязывается узелочек с одной стороны вот и вот так то есть вы продеваете сначала просто оно по сути получается продето в этот пазик и вот так может быть и заводите его тоже такую штуку на которую мы потратили в инструкции определенные рисунки чтобы максимально донести там оно должно сесть вложбинку вот в эту вот наконец-то нашу как можно показать то есть резинка вот так вот натягивается и дальше она в процессе накручивания она присаживается сюда суть в том что вам самое главное изначально просто правильно посадить установить если допустим приходится ремонтировать модель сначала в одну точку потом отодвигаете рамку аккуратно в другую точку я задом наперед вообще поставил видите даже у разработчика бывают фатальные ошибки хрят конечно рекомендую иметь просто с собой инструкции какие-то чтобы подсматривать потому что модельки не всегда очевидные сборки чаще даже невероятные вот натягиваются через вот этот валик сюда вниз здесь такое преднатяжение должно быть такого плана видите слышали как звенит не сказать что совсем сильно но должно быть рекомендую тестировать сначала без вот этого то есть вот он у нас пошел я завожу эту самую собачку он должен сбрасывать так так я так наверно на видео не покажу как именно резинка но то есть она там делает оборот такой натягивает его и она накручивается на все меньше и меньший радиус в самом верху вот она идет по самому маленькому радиусу так натягивая руками можно примерно отрегулировать вот в холостом ходу примерно вот так вот он идет когда ставим маятник он замедляется как по мне сейчас резинка слабовато натянута я ее второй раз уже одевал не должны кусочки лески вот здесь нигде попадать в шестеренки и так же вот эта передняя стрелочка она не должна тереться о рамку то есть она близко к этой рамке и ее так надо посадить чтобы она не терлась об нее причем что она может и пол оборота не тереться а на втором обороте так чуть пытаться затереть таймер почти сразу останавливается так же надо свечкой смазать все маленькие шестереночки вот вот эту рекомендую и вот эти тоже в принципе в таймере все и растирайте руками шестерни чтобы они такие это еще на этапе сборки так же при сборке штучка которая там внутри тоже должна быть промазана и должна легко ходить при повороте вот этого колесика трамвай здесь есть специальные вот такие рычаги смотрите я вот пальцами здесь придерживаю иногда с первого раза конечно особенно детям немножко неудобно этот рычаг при определенной снородке абсолютно становится удобно и нормально управлять трамвайчик тоже опять же самое важное место это вот этот самый маятничек если в нем зубочистки сильно толстые то он будет туговато ездить он может даже заедать если он у вас наоборот проскальзывает то замените на несмазанные зубочистки вот эти две но в целом рекомендуется тоже его весь смазывать трамвайчик заводится вот эта штука должна срабатывать вот вы назад раз и вот этот язычок щелкает если он не щелкает надо добраться взять воск можно в принципе не разбирать трамвай добраться вот аж туда в этот самый язычок тут найти где место где он щелкает возможно не покажу сейчас это надо будет на видео инструкции по сборке трамвая показать и смазать его он должен вот так вот защелкивать потом вы заводите храповичок там внутри тоже смазанный несколько оборотов вот он у меня видите проскальзывает это я с ним вчера игрался или что-то такое вот эти вот две эти зубочистки банально можно для начала просто так раздвинуть чуть-чуть чтобы они были чуть шире пока ничего менять не будем просто вот их и раздвинем вот эти уже четче едет резинка попалась на пульте попалась резинка это трамвай сделанный в виде вот древних трамваев он очень похож на первый вообще паровой трамвай был такой здесь есть вот такая вот защелочка смотрите вот я ее отвел сюда она фиксирует вот этот коробочек в коробочек можно набросать каких-то монет там есть также emergency exit выход он даже открывается как бы его можно вот открыть вот эту штуку внутри чтобы пассажиры вышли ааа выпустите меня я первый нет я второй я третий потом его можно вот сюда щелкнуть вот сюда можно положить монет он тогда лучше ездит сверху ну там буквально пару-тройку монет он становится просто тяжелее и лучше ездить с горы но если с ним все хорошо вы его правильно собрали то он и сам с горы ездит без всякой посторонней помощи ему надо вот рельсы должны быть как бы внутрь больше внутрь повернуты чем наружу чтобы он лучше ездил и точно таким же способом смазаны или просто свечой втрете это еще на этапе сборки иногда если он где-то долго у вас пылится на полке тоже высыхают рельсы например у меня он пролежал три дня в машине и вообще отсырил но ничего с ним такого не случилось еще очень рекомендую смазать именно колесики ему вот эти и колесики именно изнутри вот изнутри изнутри потому что он трется боковинками как бы рельсы потом перестал работать перестал работать если какие-то вот траблы с ним что-то не то с моим трамваем явно что-то не то то надо заменять вот эти вот две самые вот эти две зубочистки но это у нас сейчас тестовый трамвай был специально он немножко возможно не в кондиции и двигать маятник по оси там чуть-чуть вперед-назад можно подвинуть чтобы найти момент где он лучше всего работает вот у меня активно едет вперед ладно я сейчас не буду его ремонтировать такой еще момент вот эту штуку можно вот этот самый язычок который фиксирует коробку иногда просто бывает вот он стоит зафиксирован коробка не открывается что происходит коробка не открывается вот он язычок можно вот эту штуку спустить чтобы он вот отстрелить сюда был и потом этим язычком фиксируем вот зажимаем теперь он зажимает саму вот этот рычаг он уже назад у нас не отстреливает никак Но благодаря этому теперь его можно заводить просто обрезать. Давайте я все-таки попробую сейчас в таком темпе поменять вот эти вот две самые зубочистки, именно крайние. То есть ось можно не трогать, если с ней все нормально и нет. Кстати, у меня вот здесь заусенец, то есть очень нежная штучка, если на ней какой-то заусенец даже на оси, то все это может перестать работать. Находим две зубочистки покрасивее, поровнее, вот красивенькие какие-нибудь. Я предварительно сразу ломаю, потому что, ну это лучше ножом делать, но у меня просто сейчас нет с собой где-то. Вот две зубочистки, да? Вот я их поставил. Они не должны доходить до края вот этой самой оси. Иногда бывает влияет ось, если она стерта или что-то с ней не то, маятник ложится ниже или выше, наоборот, в своем отверстии. И из этого тоже иначе начинает работать. Как-то не так, как вы хотите. Рекомендую сразу же кончики осей вот этих вот смазывать, чтобы он лучше работал. И устанавливаем его сюда. Я даже не разбираю трамвай, то есть при определенной сноровке можно. Заводите в одно отверстие, потом пытаетесь, как бы в одно отверстие вы завели, да? Пытаетесь отодвинуть рамку, так, чтобы не ломать. Вот, во второе отверстие. Уже лучше. Вот заменил зубочистки и отлично стал работать. Убираете, допустим, вот этот рычажок, вот этот, который у нас ходит, чтобы можно было вот заводить его. В конце он тоже сам отстреливает. Еще его можно интересно заводить, мне лично больше всего нравится заводить его в обратную сторону. Вот этот храповичок, вот этот, вниз нажимаете, как бы, щелк. Эта штука у нас, тут вышла, эта штука у нас наверх. Ну, то есть она вот поднята, высунута колесико. И заводите уже в эту сторону. Теперь в обратной последовательности такие же два. То есть вы, допустим, этот первый поднимаете наверх, а потом этот. И он уезжает в ту сторону, то есть. Тут какая последовательность? Вниз, потом вот эту штуку отстреливаете, потом заводите. Рельсы, если купить два трамвая, вот тут есть две соединяшки. Можно сделать полторашные рельсы. Их всего две соединяшки, как бы, двое рельс будет трудно, хотя тоже можно сделать одной соединяшкой. Но еще кусочек здесь полуторный можно поставить. В трамвайчике есть вот такие вот соединяшки для зацепления, крючочки такие, для другого трамвайчика. В целом мы как бы не акцентируем на это внимание, это просто сделано. Еще сейчас покажу прикол один. Можно, допустим, вынуть вот такую штуку. Она тоже внутри должна быть, вот особенно средняя шестеренка, ее на этапе сборки промазываете. Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Похоже на пулемет, да, из космических войн. Вот. Ее, я же говорю, для детей от 30 лет. Вот тут вот средние дырочки, то есть рельсы у нас симметричные, эти дырочки могли быть и с этого края поставлены изначально. Заводите в какие-то из этих отверстий, в те или в эти, раз, ее поставили посередине. Потом берете, что берете, зубочистку. Здесь есть специальные такие, вот тут внизу отверстия. Продеваете зубочистку, эти отверстия для того, чтобы можно было зафиксировать. Продеваете зубочистку и у нас получается вот такой вот мостик. Да, да, войдите. Мостик, которым можно, которым можно пускать трамвайчик. А, у нас тут трамвайчик туда-сюда. Опа, его можно. Вот здесь вот у него получается такая конфет штука. Вот, интересно, ловить. А, не успел. Ну, собственно, еще можно, ну самое такое нормальное, интересное из этого дела можно сделать мост, по которому пускать трамвайчик, который мы завели. Тоже фиксируется вот здесь внизу зубочистка так, чтобы он уже, он уже не может слететь из-за вот этой вот зубочистки, вставленной через него. И на этом мосту, стороне моста фиксируется точно так же. У вас получается мост, который вот уже стоит наверху. Здесь, тут уже как бы интересно, чтобы он проехал и не свалился с той стороны этого самого моста. Ну, я его недостаточно, недостаточно его завел. Сейчас, скорее всего, свалится. Абах! Поймался почти в миллиметр. Так, супер. Эти штуки можно поврязкивать, и он у нас сразу падает. Его можно запускать еще вот так. По этой штуке можно пускать по рельсам, я имею в виду. Можно пускать трактор. Сейчас покажу вам. Если его хорошо подвести, этот трактор побольше. То он даже нехило так гребет в гору. Теоретически по ней даже может ездить комбайн. Комбайн. Хотя комбайн, такая штука, более большая. Тяжелая ему. Тяжело. Ну, вот он. А, но он тут немножко цепляет. Знаете, рельсы? Да. Он по ним не хочет ездить, но и не надо. Комбайн для других вещей. Еще расскажу о модельке сейф. В открытом виде он такой. Вот эту рамку заднюю, она может стоять так, или ее можно развернуть так. Она, в принципе, прижимная. Когда вы собрали сейф, ни в коем случае не закрывайте замок до того момента, когда вы полностью не поймете, что вот он работает. Несколько раз. Проверьте, что он работает у вас. Тогда только закрывайте. Сейчас. На этом сейфе код 971. Сейчас я его закрою, потому что я его окрутнул, когда он был открыт. Вот. Значит, закрывается сейф просто вращением против часовой стрелки ручки. Раз, вот он закрылся. И все. Теперь его невозможно открыть. Его можно, конечно, сломать, разбомбить, но аккуратненько его вскрыть не удастся. Вот эту ручку можно не дергать, от нее ничего не зависит особо. Набирайте код. Важны только вот эти цифры, которые посередине. Вот эти цифры внешние, они для декора. Против часовой пару раз провернули, чтобы как бы сбить замок. И набираете, значит, первая цифра до девяти. Хоп. Поставили на девяти. Теперь в обратную сторону крутите, крутите, пока не появится ноль. Вторая цифра в данном замке, потому что код может быть другой. Семь. Докрутили до семи. И теперь крутите опять против часовой. Он, в принципе, сам щелкнет на третьей цифре. До цифры один. Вот эта штука, ее тянет вот эта резиночка. Если ее нету или сняли резинку вот эту, которая в замке, тогда ее вручную вот здесь надо крутить. Сейф можно открыть. Там внутри есть полочка. Полочку можно вынуть. Там есть полочка. Сейф провернули. Пару раз прокрутили, все. Теперь можно крутить туда-сюда. Его действительно очень трудно открыть. Его можно на ярмарках устраивать, конкурсы на слух открывать. Можно слушать щелчки. Вот там. Крутишь. И на цифре, допустим, в данном сейфе девять, щелкнет первый диск. Так, слегонца. Но там куча шумов, там очень трудно определить. Потом, крутишь другую сторону. Опа. Семерка щелкнула. И в эту сторону. Ну, ага. Не получилось. Видите, там действительно трудно открыть без знания кода. То есть до девяти, потом через ноль, чтобы ноль прошел до семи. Но это в моем случае. Бывает код и другой. До вот этого значения. В правильно собранном сейфе нет кодов девять с половиной или три с половиной. Хотя это может быть вашим секретиком. Если не так замок собрали немножко, то может быть появится значение три с половиной. Код зависит от собранного замка. Как вставлены шипы в три таких кольца на замке. Это все описано в инструкции. Сейчас замок я, к сожалению, так разобрать не смогу. Мы сделаем отдельную инструкцию по сейфу. Прицепик. Прицеп идет в сборе у него в модельке. Вот такой вот блочок. Этот блочок одевается на трактор. Сам прицеп имеет вот этот рычаг. Вот эти два шипика. Один и второй. Они не похожи прямо на шипы. Мы их так называем соединение шип паз. Вот эти два выступа. Они должны быть хорошо утоплены в раму. Смазаны. Если они выступают немножко вперед. То вот эта рамка может плохо открываться. Вот эта передняя штучка. Вот здесь есть лопата. Все что понадобится для сельского хозяйства. Вернее вилла, виллы, лопата. Под днищем вот здесь даже есть метла. Можно метлой смахивать грязь. Вот эти инструменты можно продевать вот в такие отверстия специальные. А метлу вот так поставить. Для наглядности. Здесь есть специальный блочок для трактора. С крючком и с вот таким блоком. Вот наш трактор. То есть в сборе трактор выглядит вот так. Вот такой планкой. Ее можно снять. И когда вы, если вы купили прицеп, вы собрали такой блочок и одеваете вот такой вот блок. Здесь есть отверстия. Не обязательно, но через них можно продеть тоже зубочистку. Там дополнительно его зафиксировать. Так вот он цепляется. То есть вы заводите трактор. Одеваете, запускаете. А, тут попало зубочистка под колесо прицепа. Ну попробуем, интересно повезет он в сейф. Сейф тяжелый. Наверное по этому столу не повезет, потому что он просто будет проскальзывать колесиками. Но зато выдержал. Видите, то есть не такие уж осики там и слабые в этих всех колесиках. Трактор можно усилить, одев дополнительную резину. А, самое интересное. В прицепе есть вот такое ведро. Там внутри как бы имитация болтов и гаек. Ведро с болтами, так скажем. Но для него есть специальный вот крючочек. И оно вот здесь одевается и болтается. Так смешно. Трактор можно усилить резинкой через вот этот, через вот этот блочок. То есть резинка продевается. Ну это я даже как бы не рекомендую делать. Это уже совсем для... От вот этой планки, от середины, она идет под сиденьем. Проходит через вот этот блочок. Перекидывается сюда. И где же она? А, и закрепляется на колесо. Вот. То есть от колеса через блок, под этой рамкой и... Ну под сиденьем и вот в переднюю... Под доской приборов, скажем так, она цепляется. Вот. Для этого здесь этот блок есть. Также покажем этот момент в видео инструкции. Вот, собственно, все о нынешней линейке. Не затрагиваю паровоз, потому что он для кикстартера на данный момент. Чуть позже о нем также расскажем. Ну вот вкратце о наших моделях. Более подробные объяснения будут в видео инструкциях.